Точка кипения в ожидании отопительного сезона. Глава региона совершила экстренный выезд в Кольский район. Причиной стали многочисленные обращения местных жителей и по телефону, и по электронной почте. Граждане обеспокоены подготовкой муниципалитетов к зиме и судьбой самой знаменитой горы Колы Соловараки. Долги по осени считают именно перед началом отопительного сезона. Проблемы расчетов с поставщиками ресурсов встают особенно остро. И тем более в небольших населенных пунктах. Например, котельная Кельдинстроя из вирсовхоза должны за электричество почти 16 миллионов рублей. Компания МРСК Северо-Запада была вынуждена ввести ограничения. А здесь почти что долгого населения нет. Это разница в тарифе. Но предприятие у вас какое? Муниципальное? Субсидию мы можем давать? Нет, у нас не предприятие, пока учреждение. Мы вчера на Совете депутатов приняли решение. Вы почему только вчера на Совете депутатов вы носите эти вопросы? У вас уже с июля месяца, как говорится, не функционирует ничего. Вы только вчера вынесли вопрос. Когда жареный петух клюнет, вы выносите вопрос. Надо, чтобы губернатор приехал в каждую котельную. Пока от замерзания жители Кольского района спасает лишь не по-сентябрьски теплая погода. С детских садов и школ гарантирующий поставщик обещал ограничения снять. Одним из решений проблемы стала бы смена формы собственности котельных, поясняет губернатор. Тогда можно рассчитывать на областные субсидии. Только в этом году предусмотрен 1 миллиард 700 миллионов рублей. Ну я что здесь отчитывать вас должна? Стоя в котельной? Ну мне кажется, что это позор. Позор для всех. Вчера вот я смотрю сюжет, сейчас мы вернемся к этой Салавараке. Люди пришли и спрашивают, что депутат делает. Открывает дверь и говорит, что вы тут все. Что спокойно нельзя с людьми разговаривать. Возник вопрос у человека, мы для этого здесь и существуем, чтобы людям отвечать на вопросы. Как выяснилось, законность разработки карьера на Салавараке подтверждена необходимыми документами. При этом, как поясняют эксперты, документ защищает от сноса внешнюю сторону горы. Я просила бы вас вот эти материалы, обращения в правоохранительные органы и всю информацию, которая касается этого вопроса, предоставят мне. Те вопросы, которые вызывают резонанс, они у меня на особом контроле. И безусловно, вам работать надо, вы лицензии получили, вы свою работу делаете по плану. Если в этом есть чей-то злой умысел или аффилированность, то мы, я думаю, руки им немножко поотбиваем. Встреча завершилась большим совещанием, и здесь разговор о проблемах продолжился. Сегодня по состоянию подготовки жилого фонда и получения паспортов готовности к зиме, муниципалитет готов на 92%, хотя к первому сентябрю готовность должна была быть 100%. У нас нет паспортов готовности в полном объеме 65% в коле самой, паспорта готовности 88% в междуречии, и молочные паспорта готовности 76%. Губернатор отметила, что решением всех этих проблем должна заниматься не областная власть, а чиновники на местах, а их в Кольском районе, как прозвучала целая армия, свои руководители и депутаты в каждом муниципальном образовании. Продолжение следует...